Первым делом, первым делом, самолеты. Ну а девушки? Ну а девушки потом. Вы только посмотрите, где мы находимся. Это место с большой историей. Музей авиационной техники в Боровой. Первый в Беларуси музей техники под открытым небом, созданный на базе Минского аэроклуба ДСААФ. Эксподаты собирали все работники аэроклуба. Сейчас в музее 30 крылатых машин, и некоторые из них в липках. Посетители здесь могут себя почувствовать пилотами и зайти в кабину самолета. Есть тут и самолеты, которые летали 80 лет назад во время войны. О них сегодня расскажем поподробнее. Сергей, расскажите, пожалуйста, фрагменты какого самолета лежат рядом с нами. Перед нами находятся фрагменты советского тяжелого бомбардировщика Ил-2, спроектированного в Конструкторском бюре Сергея Владимировича Ильюшина. Первый полет самолета вышел в 1939 году. Сергей, расскажите, пожалуйста, из скольких человек состоял экипаж Ил-2? Летчик, он же командир экипажа, находился в бронированной кабине, защищавшая его от стрелкового вооружения. Бронекапсула имеет толстую броню, боковые стены 5 мм, задняя стенка 12 мм. Пушечные снаряды она, конечно, не держала, но от автоматно-пулеметного огня спасала замечательно. А как именно эти останки попали в музей? В 2007 году в Шкловском районе специалистами поискового отряда поиск в одном из болот, собственно, самого района, были найдены вот эти вот обломки. В течение 10 суток из чащи, из трясины, вот ребята-поисковики их вытягивали, и потом уже в 2008 году передали мемориальный комплекс «Линию Сталина», который в 2009 году передал их в Музей авиационной техники Минского рок-луба ДСФ. Но не получилось узнать, да, именно как произошла авария и кто... Имена, да. В плане авария, не авария, это сложно судить. Возможно, имела место аварийная посадка, а вот, возможно, все-таки самолет был сбит. Точно известно, что экипаж самолета не выжил, но, к сожалению, личности он установить не удалось. Пытались мы более-менее воссоздать возраст этого самолета, более-менее точно как-то выкрутить из двигателя свечи зажигание, посмотреть дату производства, но, к сожалению, нам эта информация ничего не дала. Поэтому пока вот просто... А какого года свечи? Ноябрь 42-го, самое новое. Аябрь 42-го года. Сергей, расскажите, пожалуйста, про пулемет. Давайте тогда подойдем туда. Воздушный стрелок-радист размещался в задней кабине самолета, за вот этой задней толстой стенкой. И в его распоряжении имелся пулемет калибра 12,7 мм. Сохранился хорошо. Еще как. Вполне. По комплектности этого пулемета и по состоянию, скажем так, комплектующих элементов, в принципе, есть возможность гипотетически его установить до рабочего состояния. Поэтому для безопасности стол тут заварен. Ничего себе! Расскажите, пожалуйста, с какими сложностями могли столкнуться пилоты или вообще экипаж Ил-2? Может быть, что чаще всего выходило из строя? Были ли такие случаи? Ил-2 был очень надежным самолетом, поэтому по технической части отказов было совершенно немного. Самолет не был строгим в пилотировании и прощал даже ошибки неопытных летчиков. Самая главная проблема – это огонь с земли. Причем, если от огнестрелкового вооружения бронированная часть самолета спасала замечательно, то если огонь велся из пушек, из зениток, то уже действительно экипажу приходилось очень тяжело. Хотя Ил-2 не бывал оживущий самолет, и даже с многочисленными пробоинами, десятками, сотнями, многие самолеты вернулись на аэродром и спасли сотни жизненных летчиков. Действительно надежным был самолет, потому что даже пролежав в болоте или в озере, как вы сказали, десятки лет, вот так вот он сохранился. Можно сказать, что Ил-2 – это как Т-34, только в авиации? Безусловно, можно. Ил-2 является самым массовым в истории авиации боевым самолетом. Было построено более 36 тысяч единиц. Это один из самых узнаваемых боевых самолетов мировой истории.